Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Вызовы времени. В Бобруйске прошел плену Могилевского обкома Коммунистической партии. Она действительно продвигает свои идеи в политическом плане для приумножения и процветания Республики Беларусь. Что на повестке? Проблесковый маячок. ГАИ усилила контроль на дорогах. С применением гласного, негласного и смешанного контроля за дорожным движением. Кто в фокусе внимания? Семейный космолет. Парки культуры и отдыха открылся сезон аттракционов. Чувствование весомости внутри. Это очень классно. Какие карусели в топе? А также рабочий визит, сезонная болезнь и ценные виды. В Беларуси в этом году планируют вырастить 17 тысяч тонн рыбы, за счет чего увеличат производство. Сильная экономика и социальная сфера. На это должны быть направлены усилия всей вертикали власти. Президент с рабочим визитом посетил Ветковский район. По словам главы государства, по части земель с Севом опоздали. Александр Лукашенко напомнил и о темпах мелиорации. Делать надо быстрее. То же самое с показателями молочно-товарных ферм, не говоря уже о падеже скота. Ситуация пока не радует. Белорусский лидер подчеркнул, насколько важна кадровая дисциплина. Необходимо также разработать для этого нормативно-правовую базу. Не должны оставаться безнаказанными расхлябанность и бесхозяйственные отношения, в том числе к дорогостоящей технике. Относимся расхлябанно к технике. Не бережем ее, а это самые деньги. Поэтому было принято решение все старье восстановить. Где-то из двух одна пока получится. Но если вы заставите руководителя отвечать за это, ну, ладно, рама лопнула где-то. Основная несущая. Ну, серьезная поломка. Ну, понятно, поможем, восстановим. Но ты не имеешь права без... Я помню, работал в сельском хозяйстве, я не мог списать технику, пока мне управление сельское хозяйство райисполком не разрешит. Я не мог вывести из состава стада, корову не мог списать. А сейчас рынок, полная расхлябанность. Вот и получили в Гомельской области рынок. Поэтому молодцы, правильно, сложную технику. Сам восстанавливаешь у себя один центр, два, может быть. Ты и Гомельмаш должен помогать. Тоже там центр. Он же на твоей территории. Вот это сложная техника. МТЗ, комбайн и прочее. Сейлка, менее сложная, ты определил пять пунктов. А остальное вот это, в общем, обрабатываю. В районах, по 18 районам. Система налажена правильно. И этим путем надо идти. Основные вопросы региона, что еще нужно сделать, рассмотрели на совещании с активом. Задачи остаются теми же. Экономика, создание достойных условий для жизни людей. Александр Лукашенко раскритиковал местные дороги и состояние мостов. Есть и нарекания к работе служб ЖКХ. Устранение недочетов, поиск и создание драйверов экономического роста. Такая глобальная задача стоит перед областью. Опасный девайс. На Минской не разъехались Рено и электросамокат. Дети 10 и 11 лет, как сообщается, двигались по тротуару вблизи 18-й школы на одном транспортном средстве. Автомобилист в это время поворачивал направо и не уступил дорогу. Удар пришелся за заднюю дверь француза. Благо, обошлось без пострадавших. ГАИ тем временем усилила контроль. По 9 мая госавтоинспекция проведет республиканскую профилактическую акцию «Мотодвижение без нарушений». Сотрудниками ГАИ будут организованы профилактические отработки города, направленные на предупреждение пресечения нарушений ПДД водителями мототранспорта с применением гласного, негласного и смешанного контроля за дорожным движением. По стране фиксируются десятки аварий. Только в прошлом году в Могилевской области произошло 31 ДТП с участием мотоциклистов. Погибли 3 человека, еще 30 получили травмы. Народовластие и справедливость в Бобруйске прошел пленум Могилевского областного комитета коммунистической партии. Площадкой, которая собрала первых секретарей со всех районов региона, стал Бобруйска-Громаш. В центре внимания вопросы гражданско-патриотического воспитания, политическая обстановка в стране и стратегическое развитие государства. Обсудили здесь и итоги внеочередного 14-го съезда партии. Определили план работы также на 2023-й. В конце февраля главой государства был издан указ о перегистрации партии. В течение трех месяцев каждая партия, у нас в Республике Беларусь их 14, каждая партия должна пройти перегистрацию. Мы живем в преддверии всех политических событий, которые проходят в Республике Беларусь, в том числе и в городе. Наша коммунистическая партия, она действительно продвигает свои идеи в политическом плане для приумножения и процветания Республики Беларусь. Сегодня в Могилевской области в рядах Компартии порядка тысячи человек, в Бобруйске свыше ста. Всех объединяет общее желание совместной работы, реализации проектов и стремление менять жизнь вокруг себя. Мирный атом, научный потенциал и альтернативные маршруты. Беларусь нарастила транзит удобрений через РФ в десятки раз. Как преодолевают санкции? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Второй блок БелАЭС полноценно будет функционировать в октябре 2023-го. Уже установлено технологическое оборудование и завершен монтаж трубопроводов. Электроэнергия, выработанная первым, позволила заместить 3,6 миллиарда кубометров газа. За почти два с половиной года с момента включения станцией создано более 13 миллиардов киловатт-часов. Страна сэкономила более 400 миллионов долларов. За прошлый год Беларусь нарастила транзит удобрений через РФ в 76 раз к уровню 2021-го до 3,5 миллионов тонн. 88 – колейные. Эксперты отмечают, это связано с тем, что отрасль попала под санкции и столкнулась с логистическими трудностями. Доступ через Клайпиду был закрыт, однако наше государство нашло альтернативные маршруты поставок на внешние рынки. В стране фиксируют сезонный подъем заболеваемости аллергией. Если в прошлом году активную фазу полинозов регистрировали с 1 по 10 мая, то в этом уже в конце апреля. Специалисты отмечают, в большинстве случаев для купирования симптомов достаточно приема антигистаминных препаратов. Ежегодно к аллергологам обращаются в среднем 45 тысяч человек. В республике в этом году планируют вырастить 17 тысяч тонн рыбы, в том числе ценных видов, таких как лосось. Увеличат производство за счет выхода на проектную мощность имеющихся индустриальных рыбоводных комплексов и строительства новых, современных. Их завершат к 2025-му. В 2022-м государство поставляло товар в 35 стран мира. Список торговых партнеров расширяется. В Беларуси может появиться свой голосовой помощник. Скорее всего, это будет Олеся. Над этим сейчас трудятся специалисты НАН. Не исключено, что первичную версию презентуют уже в конце года. К слову, недавно Яндекс обвинили в прослушке пользователей с помощью известной Алисы, после того, как в открытый доступ попали некоторые данные. Однако компания слухи опровергла. Дорогу молодым. В Беларуси расширен перечень работ, на которые могут привлекаться ребята от 14 и 16 лет. К списку добавилась ручная мойка автомобилей, ремонт и переплет книг, помощь в сервировке стола и уборке посуды в объектах общественного питания. Новое введение позволит молодежи найти применение своим силам во время летних каникул, приобрести новые профессиональные навыки и заработать первые деньги. При работе студенческих отрядов планируется проведение мониторинга всех организаций, которые будут привлекать бойцу студенческих отрядов для выполнения работ. Во время каникул будут действовать лагеря труда и отдыха, студотряды и специализированные бригады в школах. Только в Могилевской области планируют набрать около 5000 молодых людей. Список мест, куда сходить на выходных, пополнился новыми развлечениями. В парке культуры и отдыха открылся сезон аттракционов. После зимы специалисты проверили каждую карусель. В ТОП-5 летающая тарелка, Калипсо, Сюрприз, Орбита и Сальто. Что почем знает Ольга Васенда. Городской парк культуры и отдыха принимает первых посетителей. На лицах детей и взрослых неподдельные эмоции. Любимые аттракционы, сладкая вата, надувные батуты, экспресс-шоссе. И еще вагоны, маленькая тележка развлечений. Цены от 2,5 до 4 рублей. Здесь же предлагают прокат велосипедов, квадроциклов, скутеров и мини-электромобилей. Бери, не хочу. Оторваться от земли на уровне двухэтажного дома можно на летающей тарелке. Аттракцион разгоняется быстро, но плавно. Трехминутный космический восторг обойдется в 4 рубля. Выброс адреналина обеспечен также на сюрпризе, сальто и калипсо. На последние кататься разрешают в шести, но только под присмотром взрослых. В ТОП-5 входит и Орбита. Частота вращений 13 оборотов в минуту. Чтобы не улететь на Марс, есть поручни. В этом году в нашем парке впервые работает система скидок для многодетных и инвалидов. Поэтому стоимость билета для данных категорий граждан составляет всего лишь 2 рубля. Развлечение найдется для всех. Приходите, не пожалеете. Время работы аттракционов ежедневно с 11 часов до 21 часа вечера. Бурю эмоций можно получить на автодроме. А заряд позитива на веселых горках. Для самых маленьких – мини-джет. Салон самолета предусмотрен для троих. Высота подъема – почти 2 метра. Счет своей весомости внутри. Это очень классно. Классный аттракцион вообще. Я катаюсь со своего детства. Тут уже и мои дети, и внучка. Нам очень нравится. Веселые горки – это отлично. Класс. Всем советую. У нас как раз-таки ребенок подрос до того возраста, что мы уже гуляли в парке. Также сейчас встретим своего крестного ребенка. Поздравим с днем рождения. Все здорово, все классно. Солнечная погода, прекрасное настроение, замечательные люди рядом. Вот поэтому все просто супер. Еще интереснее провести время можно 1 мая. После велопробега, который стартует в 10 утра от Вечного огня и до Бобруйской арены, шоу начнется в парке культуры и отдыха. С 10 часов здесь будут работать выставка, ярмарка, тематические площадки от ГАИ, МЧС и, конечно, фудкорт. Пройдет также церемония награждения лучших тружеников. Так что развлечений точно хватит на всех. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Редактор субтитров А.Семкин